У нас вот с сентября месяца нет уборщицы, у нас не убирается. Дворники буквально бегут отсюда из-за огромного объема работы. Каждый день возле домов на улице Жукова собираются бездомные и оставляют после себя огромную кучу мусора. Все это из-за пункта приема вторсырья, уверены люди. Сюда местные алкоголики сдают макулатуру, на вырученные деньги покупают фанфурики и распивают их здесь же. Бомжи мешают, антисанитария, блохи тут, тут туберкулезные больные ходят эти, как их называют, бомжи эти, а у всех у нас дети. С утра в 3-4 часа ночи они уже здесь, орут, ругаются. Мы это все, у нас никакого сна нету. О предстоящем пикете жители сообщили специалистам исполкома, а они пригласили на встречу самого владельца пункта. Бизнесмен рассказывает, в разных частях города он установил 15 таких киосков. Все разрешения у него на руках. Он был еще установлен до строительства этого дома. Поставили здесь, открыли для того, чтобы, как благое дело, вроде бы думали. Я понимаю жильцов, потому что люди, как и простые дворники, простые жители, так же и социально плохо обеспеченные тоже приходят и сдают. Я их понимаю, если обратились, если нам исполком предоставят другое место, мы готовы перенести. Представители исполкома тут же парировали. Они займутся поиском другого места для расположения пункта вторсырья. Вопрос пообещали решить до 25 мая. Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас. Продолжение следует...